Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня мы пробуем с вами новую игру, которая уже давно на самом деле существует, но мы пробуем ее впервые на этом канале, и впервые мы ее пробуем на компьютере. Старый Quest Run есть такая игра, которая вышла несколько месяцев назад, или по-моему летом, и она была доступна на Android и iOS, и я не знала, что она доступна на ПК. И мне подруга скинула один видеотрейлер, очень выездковый, что в скором времени будет выездка в игрушки, так что давайте мы его посмотрим, и вы сразу поймете, почему я решила попробовать в нее поиграть. Ребята, ну это самая настоящая заманиловка для любителей выездки в разных играх, не обязательно на Старстейбл. Кто-то пытается этим заниматься и с друзьями в Red Dead Redemption, допустим, но все равно чаще всего это SSO, потому что я лично не знаю других игр, которые были бы такого же плана, как Старстейбл онлайн, и сейчас мы будем пробовать Star Equestrian. Итак, Play. Она только на английском языке, русского языка в ней нет, и я, если честно, начинала в нее когда-то играть на телефоне, но что-то не пошло, а тут ПК-версия. Вообще, у меня большинство игр всегда удобнее играть на компьютере именно с клавишами, чем либо на телефоне или с джойстиком в руках. Боже мой, я давно так на английском много не читала. Так, у нас тут есть возможность на минуточку выбрать парня в качестве нашего аватара, и это, конечно, сразу гигантский плюс по сравнению с SSO, но для меня лично это без разницы, поэтому я беру девушку. Вот такой вот у нас простой редактор, есть очень бледная, желтоватого оттенка, загорелая, это, наверное, уже ближе к темным латинам, и афроскинтоны. Даже вот очень темный, но при этом такой сраженной. Мне больше всего подходит, наверное, вот этот. Так, Чактус Нейм, как будут звать нашего персонажа? Конечно же, его будут звать Дарья Рейвен Лайт. Что значит неправильно написано Дарья? Вот так вот. Почему нельзя имени Дарья написать? Ну, видимо, Даша. Инвалид Вород Даша. Вы чего? Что вам не нравится? Мэнди, Лейла, Аланна. Ну как так-то? Почему Даша нельзя? Почему, в принципе, имени Даша недоступна? Хорошо, Даналия. Видимо, что тоже недоступна будет. Рейвен Лайт. Какие вы! Давайте Аника. Аника тоже недоступна. И как жить? Эрика. Анна? Ревенлайт теперь недоступна? А почему? Ой... Видимо, это были просто занято, что ли, в таком сочетании. Серьезно? Вот так все плохо? А как? Ну я не хочу Анна Ревен. Давайте, я не знаю, Джейд. Ревенлайт. Джейд Ревен. Мне не нравится создание персонажа уже на этом этапе. Это прям как-то очень. Это очень. Это очень не очень. Ладно, выбираем волосы. Цвет волос. У нас есть блондинка, русая, шатэ... Это шатэн, такие. Больше похоже на рыжий. Хорошо, шатэны, рыжие и брюнетки. Причёстки очень классные. Причёстки мне нравятся, только концы здесь очень какие-то кучерявые, длинные, короткие. О, вот эти косички очень классные. Потом есть ещё вот такая корешка пикси. Вот такая вот объёмная. Объёмная и коротенькая. И вот такие длинные. Я в растерянности, потому что тут в принципе нету моего цвета волос. То есть я по идее должна быть тёмной шатэнкой, но прям вот... Ну вот прям вот что-то среднее между вот этими цветами. Почему здесь больше рыжего? Не знаю. Цвет волос... Цвет глаз. Конечно же, карий. Да, давайте вот это всё-таки выберем. И одежда. О, прям в СО есть такая кофта, я знаю. Так. Оф. Сложненько. Ну, давай рубашку в клеточку. И, конечно же, длинные джинсы. Цвет которых нам выбрать нельзя вообще. Да, всего лишь три ячейки при выборе персонажа. Так, ну что ж, давайте продолжим. Так. Так, начало здесь точно такое же, как на телефоне. Вначале нам... Нас обучают, как ухаживать за лошадьми. Так. Check the mysterious horse. Осмотри мистическую лошадь. Oh no, you don't look well, are you... Endure it. Ну, короче, плохо выглядит. Нужно и покушать. Нам говорят пойти найти ей яблочко. Ну, кстати, выглядит игрушка неплохо. Очень дерганно, правда, приближает камера. Лошадки. Вот, если честно, в первый раз, когда я на телефоне пробовала в эту игру играть, меня как-то она не зацепила. Но вот этот трейлер, который мы смотрели с вами в самом начале с выездкой, это что-то с чем-то. Это прям цепляет. Так, значит, мы покормили эту лошадь. Дальше нам говорят взять ведро воды. Так, и да, каждый раз, по-моему, я бегу не в ту сторону. Нужно было обойти. Тут закрыто. Так, мы постоянно будем бегать. Если мы будем нажать, нажимать и держать shift, то мы шагаем. Очень все непривычно. Так, ну, прикольно. Я помню, что мне вызвало Буру возмущение принцип покупки первой лошади. А дальше я уже перестала играть. Но сейчас-то мы побольше. Пройдем, посмотрим. Так. Снова дроп. Pet your horse using interactions. Petting your horse is one of the best ways to raise your bond and grow clothes. Так, надо ее погладить. Они сделали, кстати, очень умный ход, что в самом начале игры показали нам одну из магических лошадей. То есть, зная, что в будущем ты сможешь покупать себе не просто обычных лошадок, а даже вот таких вот волшебных. Ох, какая другая локация. Так, возьми седло. О боже, мы можем натаскать амуницию в руках. Ну, поехали. Нажимай В, чтобы ехать вперед, и С, чтобы сбрасывать темп. О божечки, вот это вот... Как я это люблю. Так, надо подальше камеру отодвинуть. Ой, ну прям это... Значит, шаг у нас. Рысь. Манеж. Какой-то дикий манежный. Вау. Вау. Вот это классно. Вот это мне нравится. Это у нас карьер. Да, быстрее уже нету. Ай, мы приехали. Тихо, тихо, тихо. Я разогналась чего-то. Эм. Что? Не вижу. Я что-то ее разогнала очень сильно. Эх. Тандер, битца, кросса, заскаян, сноу, брубиз. Ээээ, короче, гроза ударила, и лошадь нас сбросила. Так, и спустя что-то там, мы больше, мол, не катались на лошади. Так. О, какая классная, кстати, Джой. Тут, по-моему, говорится о том, что нам, мол, пора возвращаться в седло. И купить новую лошадь. Взять новую лошадь себе. Маркет. О, мне нравится. Так, это все? А вот тут вот ничего не будет? Так, значит, здесь у нас мистери бокс, скажем так. То есть у нас есть какой-то бокс с лошадьми. И мы не знаем, какая нам выпадет. Ну вот я сейчас, кстати, смотрю. И у меня такое чувство, что на телефоне там совершенно другие были лошади. Потому что мне выпала какая-то масть, которая мне вообще не нравилась. Мне прям хотелось даже пересоздать аккаунт. Ну, сохранение удалить и заново начать. А здесь, я смотрю, вроде масти такие красивые. У нас получается темненький. Вот такой вот гнидой, наверное. Серый. Раз, два, три. Три масти всего лишь. А дальше мы пока не можем посмотреть, кто у нас там. Это Royal Stable. Так, ну давайте... Я буду молиться, наверное, на шоколадного или на серого. Давайте серого. Пожалуйста, только не гнидово. Вау. Вау, это очень классно выглядит. Спасибо. Пожалуй, да, с компьютерами у меня действительно с версиями намного лучше отношения. Геркулес. Нет, знаешь, я тебя назову так же, как называю всех своих... Почему чока нельзя? Чока. Хочу чока. Ладно, сейв. Так, чока. Третья звездочная лошадка. Так, мы ее купили. Теперь выход надо нажать. Так, Everway Warm Blood. Какая-то там теплокровная, но мастерой, не магическая, обычная. Так. Так. Press R. Kill your horse. Чтобы позвать свою лошадь, нажми R. Thank you, Joy. I really needed this. Ба-ба-ба. Так, ну давай поговорим. Давай перейдем уже к делу, пожалуйста. Очень много диалогов. Сядь на свою лошадь. Так. Мы можем с ней поговорить, что ли? Угостить. Сесть. Фантастик. Now try reading around here a bit to get familiar with chocolate. Чок. Чок, чок. Ой-ой-ой, что это у меня камера так вот передернулась? Я уж испугалась. А-а-а, у нас, значит, привязка камеры. Можно это как-то исправить? Свободная камера. Вот, да, все. Вот, если мы R будем прожимать, то у нас камера будет свободной. Так, допустим. Допустим, допустим, сейчас. Тихо. Вау. О, повороты тут тяжелые. Это тебе не ССО. Так, давай теперь на... Жерди. Ну, здесь просто так их проедем для приличия. А, и там игрок уже какой-то катается. Вау, это очень непривычное ощущение. Так, поговори с Джоей. Ну, мне нравится, как это все выглядит на компьютере. Лучше, чем на телефоне. Ага, там, кстати, упоминается наш конь, который был в самом начале истории. Так, вот... О, вот эта карта. Так. Здесь есть быстрый телепорт. Но мы можем видеть, что здесь мы вот здесь находимся. Здесь большая основная локация. Есть еще Redwood Forest. Агрекола на Ривьере и сама Агрекола. И у нас ещё вот там, вот внизу, локации, которые, возможно, потом тоже откроются. И 2-3 локации, которые окутаны туманом. То есть их пока вообще в принципе нет, но они явно будут. Так, нам говорят воспользоваться фаст-тревелом. Если честно, я бы не хотела. Ну, что поделать. Так, welcome to her site. Ух ты. Экипаж! Это фаст-тревел? Да, это такой фаст-тревел. Ни кониосков, такие экипажики. Так, а наша лошадь где-то, видимо, осталась, да? Игроки! Игроки! Why? Вау-вау-вау! Вау-вау-вау! Ой, как всё! Посмотрите, какие лошади у некоторых. Ну, в смысле, там, масти другие. Это арабы! Вы сейчас скажете, Даша, где ты увидела арабов? А я увидела. А я увидела. Точнее, араба. Ох, как у... Ты прекрасен! Чей ты? Вот так вот здесь стоят лошади тех, кто фаст-тревел. Ага. Ещё тут у нас репка. Гуляя по локациям, ты можешь собирать разные ресурсики. Это я сейчас, если что, своими словами сказала. Так. Ой, ну слушайте, араб, какой красивый-то! А это кто? Это, видимо, Пейнт Хорс. Можно как-то посмотреть, кто ты? Нет? Нет? А что это? Эшли Аперрел. Прям на лошади кто-то заехал. Ой, это как всё интересно. А как это всё посмотреть? Пощупать? Дайте, пожалуйста. Я хочу посмотреть магазин. Вот. Вот здесь в магазине у нас уже намного больше одежды. Да ладно! Куртка! Да это же моя куртка! У меня в жизни такая же куртка. И вот такая у меня есть. Боже, серьёзно? Тут такие классные вещи. Тут безумно классные вещи, ребята. Так, вот прям вот. Ой, дотая жилеточка! Ух ты! Так, ну это мы понимаем прям вот. Для срыва. Ваней. Я листаю. А, вот всё. Я листала до самого низа. Но просто классные дизайны. Так, а тут есть где-то рычажок? Есть, кстати, мужское и женское. Ага, мы же можем ещё цвета менять? Да? Это правда? Так. А, вот это мы не можем. А вот где в уголке есть цветовая палитра, там можем. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Мне нравится. Так, вот это мне нравится. У нас есть шортики, штанишки. Потом вот такие вот штаны есть. Джинсы. Ух ты ж, какие джинсы. Там в клеточку. Вот такие вот всякие разные юбочки у нас тоже есть. Но поменьше. Меньше намного, чем кофт. Сапоги. Так, они хоть выглядят достойно. Ну, вот эти вот что-то как-то нет. А вот эти мне прям нравятся. Что-то ещё с крылышками простенькие какие-то. Неплохо, неплохо. Мне я прям это, прям, да. У нас большое разнообразие шляп, шлемаки, береты, мексиканского вида шляпы, шапочка с пумпончиком, корона. Посмотрите, как красиво. Ну, что там ещё у нас? О, это прям эти археологи какие-то. Очки. Очков немного и, к сожалению, не все, не всех типичных моделей. А вот маленьких узеньких нету. Но есть зато повязка на глаз. Пирсинг. Кольцо в носу. Трубка. Капитанская. Маска. И маска бандитская. Классно. Так, перчатки. Хлыстики. Хлыстик нарисован. Что? Шарфики. Банданы. Повязки. Бантики. Галстуки. Медицинские приборы. Коготь. Сердечко. Чокер. Оооо. Вот шарфик. Шарфик это моя мечта. Чтобы можно было шарфик одевать. Рюдзачки. Очень не классные. Я так понимаю, некоторые ланджутки дорогие. Стрелы. Сердечко. Походный рюдзак. С топором, между прочим. И вот такой вот походный рюдзак попроще с лопатой. Вот это да. Перчатки. Вот такие вот белые. Синие. А, ну цвета тоже можно у некоторых менять. Коричневые. Такие с рисунком. И вот такие вот тоже коричневые. Ой, я вот этих хочу очень сильно. Ремешки. Ремни. Ремни. Вау. Серьезно, можно ковбоя делать. Прически. Мама. Мамочки. Какие хвостики. Какие хвостики. О, вот этот хвост. Ух ты. Ух ты. Ух ты. А мне кажется, знаете, вот эта прическа, это из Хорайзена. Вау. Ой, блин, путётьки. О, боже. Мне нравится. Такое разнообразие стрижек. И они прям... Ах, какие. Ах, какие хорошие. Ух ты. Ребята, это что-то. Я даже не могу понять, какая прическа мне нравится больше всего. Какую бы я, допустим, купила бы первым делом. Ах, коса какая. Две косы. Пучёчки. Но почему-то нельзя цвет менять. Это странно. А, вот отдельно... Отдельно цвет? Мой цвет? Нет, это не мой цвет. И это не мой цвет. Тут есть что-то моё, нет? Сейчас выяснится, что мой цвет... Да, в принципе, его тут нет, чтобы точь-в-точь. Но ближе всего вот этот. Он открывается на пятом уровне. Или же... Или же... Вот этот. На 25-м. Это тот цвет бордово-красный, с которым я катаюсь в ССО. Так. Гид Мемберс. Мы получаем гитару и... Старый Квестшерен Вип Аутфит. Боже, почему он фиолетовый? Я люблю фиолетовый цвет. И здесь ещё есть разные плюшки, которые вы получаете за ежедневный вход. Так, Вип Шоп у нас есть. Это все те же самые предметы, которые мы видели в обычном магазине. Что? Стоп, что? Деник? Препятствие? Кровать? Ну, дайте ещё глянуть каталог амуниции. Вау! Вау! А есть что-нибудь реалистичное? А, вот, 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 примерно есть. У меня аж мурашки по спине, как это всё круто! Вот на именно фотографиях модельки смотрятся нехорошо. Но когда вот они на стойке появляются, вроде бы более-менее. Вот эти фэнтезийные уздечки очень красивые. Здесь есть уздечки с соплёй! Спасибо! Спасибо! Но единственное, тут я пока ещё не смотрела. По-моему, они не отображают железо во рту. Подковы. Подковы разные. На прыжки. На стамину, на скорость. Ух ты! Ух ты! Они в коробочках ещё лежат. Интересно, а подковы нужно покупать на каждую ножку лошади или нет? Хос индекс. Это, наверное... Мама! Мамочки! Это каталог всех лошадей? Ну, в смысле, база? Вау! Ма... О, боже, какие красивые масти! И модельки такие очень миленькие! Да, тут, конечно, фризиан... Это спортивный фриз. А это обычный фриз, но при этом вот у него... Там вообще белые грибы, белые... Но есть при этом обычные... Брейдед фризиан. Это спортивный фриз. Клейд из Дали! Это Клейд из Дали, ребята. Шайры. Арабы. Арабы мне безумно здесь понравились. А подожди, я тут... Нет, тут не все арабы. То есть я сейчас видела араба, или это был Пентебиан. Его здесь пока не видно. Кайгер Мустанг. А вообще, что значит приставка Кайгер? Обычные Мустанги. Ой. Какие-то вы, извините, страшненькие. Но при этом масти красивые-то! Кто так делает? Австралийский Стокхорс. Странно. И Эвервейл Вармбуд. А, ну то есть у них моделька вообще одинаковая, как у наших началок. Так, ладно. И Роял Стейбл. Вот это что такое? Это магазин. Мамочки, держите меня. Держите мое сердце, какие они красивые. Открыть одну лошадь 2000 гемов. Это я сейчас сижу, молчу, просто в полнейшем шоке от того, что со мной будет, если я потрачу. А мне выпадет лошадь, которая мне вообще не понравится. Это сад? А здесь я сажать буду? Станция для поездов? Это действительно железная дорога. Вот это да. Так, лошадь. Ути, боже мой! Так, это моя лошадь. Так, кормить. Тут еще разные корма есть. И посмотрим, что у нас здесь вообще есть. У нас есть кролики. Ай! У нас есть характер у коней. Тихо, тихо, тихо. О, тут тыквка. Еще соберем. Почему-то такая прорывистая музыка. Локации разные. Птички. То есть он пугается. У него характер еще есть. Он не хочет. А как? Ух ты, ух ты, ух ты. А что мне сделать-то? Да мне все закрыто. Надо задание делать. Я не хочу. Ага. Ой, это на иксе. Join a club. Create a club. Это здесь можно клубы создавать. Let's go. Это те клубы, которые существуют сейчас. Которые сейчас со мной на одном сервере. Или я не знаю вообще где. И создание клуба. Создать клуб могут только випы. Вот это да. Я хочу дойти до того момента и узнать. Здесь действительно у меня будет свое собственное ранчо. Хотя, стоп. Я где-то это видела. В маркете. Маркет. Ренчос. Мы можем покупать свое собственное ранчо. Luxury Queen State. Woodland Horse Retreat. И Country Training Ranch. Так, это... А, Luxury это только для випов. То есть два ранчо. Потом есть просто ленды. Ух ты. Мама миа. А, сейчас у меня уже есть какое-то свое ранчо. Family. Family. Семейное ранчо. Дома. Мама. Дома. Конюшни. Я начинаю сейчас уже заикаться от крутости этой игры. В технической составляющей. А я здесь могу проехать? Смогу? О. Ух ты. Это что? Арена. Арена. Это я удачно тут проехала мимо. Headside Arena. Вау. Вау. А здесь можно что-то включить? Какие препятствия? Я могу здесь что-то пройти. Давай первый левел. Вообще самый первый, да. Enter. Вау. Events will use jumping obstacle to test your skill. Давай попробуем. Сейчас окажется, что в конкуре я здесь буду просто ужасно. Я обожаю это вот эти вот кружочки, что когда зеленые надо нажимать и прыгать. Это прям... Это игры моего детства были так настроены все. 96%. 100%. Мне нравится. Perfect. Perfect. Чоколад достиг второго уровня. На 3 звезды. И мы что-то прокачали. И мы навыки качаем. Финиш. А я хочу еще. Там еще одна схема была. Я видела. Вот. Ёлки. Если здесь соревнования проводить, попробуй. Исири. Не доказать то, что ты там где-то плохо прыгнул. Вот. Вот твои проценты все тебе на подносике. Так, соточка. Ай-яй-яй. 89%. Мы достигли второго уровня в прыжках. 89%. Это классно! Это очень удобно! Ну почему тут нету пока 100 русского языка? Но тут красиво. Может быть здесь и есть боевое поле. Его можно как-то открыть. Но я этого не знаю. Ребята, если вы играете в эту игрушку. И прям активно в нее играете. Расскажите мне какие-нибудь ее интересные механики в комментариях. Я буду вам очень сильно благодарна. Потому что мне прям цепляет то, что тут есть функции. Которые, которых нет в ССО. Это слишком даже цепляет. Так, что у нас на буквке В? А, это то, что мы вот прошли первые вью. Что здесь? Join&Lan. Призовые заменить. Так, я все пыталась, кстати, сделать тут дыбы. Дыбов делать нельзя. Или я просто не знаю, как этого сделать. Нет, я не знаю. Наверное, нельзя. В общем, дорогие друзья, на этом наше видео ознакомительное подошло к концу. Ну, и я жду в ваших комментариях, знали вы ли об этой игрушке. Играете ли вы в нее. Если играете, буду ждать в ваших комментариях с рассказами о том, что и как здесь вообще происходит. Ну, или действительно, стоит ли в нее попытаться поиграть чуть подольше. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Воу, всем пока! Удачи вам! Ну, и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!